всем привет я сегодня хотела бы вам рассказать что я буду садить на своем огороде из цветочков из цветочков я бы хотела нынче посадить вот такую вот однолетнюю лаватеру если будет видно вот на нее лаватера садовая смесь крупные нежных окрасов диаметром до 10 сантиметров так постепенно постоянное место некоторые данный цветок однолетний красоты но рассады честно скажу перестает он не очень хорошо я его сажу всегда в открытый грунт после того как уже будут отсутствовать какие-то утренние заморозки цветет она замечательно я вам посажу после покажу где в саду я садила лишь кустики лаватер идет она компактными кустиками вот такими вот довольно таки да если она невысокая невысокая она бывает высокая до полутора метров длиннющая влазит а есть вот это кстати какая это 100 метров но это кстати довольно высокая а есть вот такие нигде 60-70 сантиметров вот это самое то самое то следить компактные кусты и даже посреди газона они выглядят очень шикарно неприхотливое растение абсолютно неприхотливое садить надо кучкой то есть не по одному семечку а сразу вот пакетик тогда будет результат тогда будет красивый куст тогда будет да лаватера однолетние растения но сходит самосевом не так много но сходит если почва рыхлая то зайдет если конечно же почва не рыхлая то любые цветы которые даже размножаются самосевом к сожалению всходят плохо однолетних лаватера вторые цветочки которые я сажу хочу вернее посадить я в прошлый год садила рудбекию мне понравилось ее посадить и садила я ее не рассады садила я ее грунт действительно первый год она у меня естественно не свела то есть я просто посеяла она взошла я ее пересадила по одному от пикировала так сказать и уже осенью вот эти подросшие растения я пересадила все клубы куда мне нужно тем самым я сэкономила свой бюджет потому что я посмотрела что у нас садовых садовых фермерства где продают до сада вот садоводческих магазинах где продают рассаду такой один черенок от 200 рублей а у меня их было штук наверное много я даже не считала потому что я натыкалась везде потом 8 так ну что посажу вот такие вот астром многолетние я покупала непосредственно уже кустиками астру нынче посмотрю как она у меня приросла как будет размножаться как будет формировать свой куст и как раз сравню а это я хочу посадить непосредственно в грунт точно также рассадой потом рассадить и уже кустиками садить куда мне нужно попробуем попробуем альпийская астра 3 сантиметра кустики должны быть вот такие тоже я садила такие астры больших размеров и средних размеров у меня растут они неприхотливые абсолютно особенно большие у меня вот есть части октябринки они размножаются как бешеные я посмотрю как размножаются вот эти если что на тыкву еще около дома вот такие вот цветочки кустики должны быть много много кустиков различные окраски да я думаю что если я их разложу а нынче эксперимент мы поставим да как они у меня взойдут как разрастутся за лето как мы их потом осенью сможем просто рассадить так и еще и еще я все-таки за многолетние растения все-таки за многолетние растения мне больше нравится на гореть неким и я нынче нашла вот такое вот растение называется ясколка снежный ковер выглядит она вот таким образом да должно бы разрастаться листики сизые быстро растущий разрастающийся в коврике серебристых листьев почвопокровник так вот многолетний 20 сантиметров в высоту вот самое то самое то садить где-то около бордюрчиков где-то вот чтоб не было большой тени от этих растений чтобы они вот именно именно вдоль дорожек вот это вот самое-самое растение а тем более если она не приходила честно скажу я еще такое не садил вот я хочу его попробовать попробовать ясколка если тем более она размножается хорошо у меня есть такие места куда жалко посадить там например розу да или жалко посадить какой-то такой куст который растет долго да ты его в принципе где-то в каком-то месте можешь и не заметите не увидеть и за целое лето когда он зацветет а вот такие растения садить все места где хотелось бы чтобы было красиво да но это место менее приметное менее заметны но то же время уютным вот такое растение хочу посадить называется ясколка многолетнее растение написано что культура неприхотливая зацепо устойчивая и зимостойка тоже попробую посадить ее в грунт тоже попробую вырастить ее из семян и потом просто-напросто кустики уже готовые пересаживать осенью куда мне нужно ну вот я вам рассказала из какие я растения хочу нынче посадить надеюсь что у меня все получится вот много я не покупаю растений потому что у меня в саду достаточно растений которые нужно тоже растаживать тоже их нужно куда-то дать им место поэтому я беру незначительное количество растений однолетников незначительное количество растений многолетников тем более что я еще семена назаготавливала у меня есть семена свои космеи и рудбеки у меня есть у меня есть бархатцы и ноготки по моему у меня еще и львиный зев там немножко но он тоже так почву его не очень в общем мне хватит растений которых вот можно посадить в открытый грунт и которым нужно размножить нынче у меня надо будет размножать боксы то что кусты уже три-четыре года некоторые их бы лучше расходить вот ну в общем то вот таким вот такой я посажу эти растения немножко рассказала чем я буду заниматься в саду летом садите садите растения они всегда будут вас радовать всем пока пока а а